Взлетная полоса авиамоделистов располагается рядом с Кубинским аэродромом, поэтому моделисты порой шутят, чья модель взлетает без разрешения. Ведь порой хорошую модель в небе сложно отличить от оригинала. Официальное открытие сезона в этом году состоялось 10 мая. До этого все вылеты были запрещены, а для авиамоделистов такой запрет время депрессии. И вот им разрешили подняться в небо. На поле пара десятков летчиков с различными моделями самолетов. От самых примитивных до более дорогостоящих моделей с двигателем внутреннего сгорания. Какого-то определенного сценария у этих летчиков нет. Уже третий год подряд они взлетают с этого аэродрома с одной целью – показать свои навыки и, конечно же, свои самолеты. Причем каждый привозит с собой по несколько моделей. У всех самолетов свои летные характеристики. И именно они интересны моделистам. Вот этот биплан Куртис П-6 «Хавк» красиво летит и может исполнять несложные фигуры пилотажа. Но он не способен вытворять в небе то, что спортивный як. Невольно втягиваешь голову, когда самолет проносится над тобой. Скорость или красота – это дело вкуса. Но за такое увлечение приходится платить немаленькие деньги. Если его собирать, вообще скупить комплект, сам самолет – это где-то 1017, мотор – 1015-16, ну и электроника – 1010, наверное. Ну вот, около 50, наверное. Одно обидно – порой эти красавцы превращаются в кучку разломных досок, повисших на ветках. Это огромное разочарование для моделиста. Несмотря на поддержку единомышленников, пилот в трауре. Хотя и скрывает это. Сегодня его полет прерван. А из-за чего он разлетелся? Ну вот что-то опять это, как это, память потери было. А, этот аккумулятор? Ну он, он видишь, тянет, потому что… Следующий самолет постигла схожая судьба. Фюзеляж разбит, и в полевых условиях его не восстановить. Эта компания моделистов собирается на взлетной полосе каждое воскресенье. Среди них есть бизнесмены, учителя, бывшие летчики. Последние, на зависть остальным, всегда приезжают с лучшими моделями. Старший брат этой модели-истребителя П-51 когда-то героически перехватывал немецкие ракеты Фау-1. Самолет является полукопией, поэтому основная его задача, как бы, показать, каким был настоящий реальный самолет. Он выполняет реальный полет своего предшественника. Как бы взлет, посадка. Владимир летает с 10-летнего возраста и сменил уже полсотни моделей. Детское увлечение переросло в военную службу на самолете, на соседнем аэродроме в Кубинке. Большинство моделей в небе покупные. Сейчас редко кто собирает их сам. Это трудоемкий процесс, хотя самолеты в таком случае получаются послушней. В последнее время в основном все самолеты покупные, потому что нет времени. И сейчас настало такое время, что самолет, скажем, дешевле купить, чем его самому собирать. Но, скажем, лучший самолет, это тот, который собран своими руками, и он и лучше летает. Авиамоделисты приглашают войти в их ряды. Авиамоделизм – прекрасный способ прикоснуться к небу. Это стиль жизни. Георгий Алашев, Александр Мельханов, телекомпания Одинцова.